Добрый день, дорогие гости! Мы приглашаем вас принять участие в чайном действии, в чайной церемонии, которая проходит в ИСАА, в Институте стран Азии Африки Венгул, в чайной комнате, носящей имя Сей Роан. Наша чайная комната называется так, потому что такое название ей дал глава чайной школы в Росенке. Именно в рамках этой школы мы практикуем и изучаем путь чая здесь, в Москве, в Московском государственном университете. И это название чайной комнаты можно перевести на русский язык как «хижина чистой росы». К сожалению, сейчас мы не можем видеть иероглифическую запись названия этой чайной комнаты, но я могу объяснить, что слово «роса» по-японски может читаться одним слогом «ро». И этот слог используется, и этот иероглиф используется для записи названия нашей страны «Россия» по-японски. Поэтому хижина чистой росы перекликается также с тем местом, где эта чайная комната расположена. Сейчас вы наблюдаете, начало уже, мастер начал готовиться и приносить все необходимые утки для того, чтобы приготовить чай для своих гостей. Вот вы сейчас стали участниками, наблюдателями такого чайного действия. «Тэмайя», как это называется по-японски, то есть процедуры приготовления чая. Это одна из множества возможных вариаций проведения такой процедуры. И сейчас ее для вас проводит студент ИСАА, воспитанник нашего чайного класса. В общем-то, каждый студент не только ИСАА, но и МГУ может прийти в чайный класс для того, чтобы приобщиться к познанию теории и практики пути чая, чайного действия. Ну, в большинстве своем занимаются чаем у нас студенты ИСАА, опять же, в большинстве из которых при этом изучают японский язык, японскую культуру и другие аспекты японоведения. Мы видим, как мастер постепенно приносит в чайную комнату всю эту утварь, которая необходима для приготовления чая, помимо, собственно, котла с горячей водой. Вот он стоит перед вами на специальном очаге. Этот очаг, керамический, слегка блестящий, достаточно большой сосуд, обычно ставится на поверхность котами в течение длительного летнего периода, то есть с мая по конец октября. Вот такой летний очаг мы используем сейчас для вот этой демонстрации приготовления чая перед вами, нашими гостями. После того, как вся необходимая утварь, а помимо очага с котлом, в котором кипит вода, не слишком горячая, но, тем не менее, достаточно горячая для того, чтобы чай заварился и приготовился должным образом, мастер принес сосуд с холодной водой, японский он называется медзюсаси, и сейчас он у вас перед глазами на переднем плане. Он принес чашу, в которой, собственно, будет готовить чай, и специальный сосуд для чая, чайницу. Стандартные чайницы для такого вида чая, легкого чая, чая усутя, часто называются словом нацумэ. На самом деле это слово означает орех дерева, то есть что-то вроде желудя, плод дерева, имеющий такую же форму. И вот это слово так и перешло в название сосудов лакированных, красивых, очень изящно изукрашенных зачастую, или просто покрытых темным лаком сосудов для чая, которые используются во время церемонии. Пока мастер занят тем, что ритуально очищает каждый предмет утвари перед своими гостями, с тем, чтобы продемонстрировать чистоту не только физическую, но и нравственную, чистоту своих помыслов, я хотела бы остановить ваше внимание на свитке. В нише токунома, это неотъемлемая часть любой традиционной чайной комнаты, мы видим с вами свиток, на котором написаны четыре иероглифа, четыре знака. Я прочту их. Ва, кей, сей, дяку. Эти четыре знака, эти четыре слова выражают основные, главные, базовые принципы пути чая, речайного действия, сформулированные великим чайным мастером XVI века, сэн-но-рикю. И означают они, соответственно, ва, гармония, кей, почтение, сей, чистота и джяку, умиротворение, покой. Поэтому мы полагаем вслед за сэн-но-рикю, что только в сочетании этих четырех принципов возможно практика чайного действия и вообще любые действия, любое чайное действие, оно основывается именно на этих четырех принципах. Гармонично сосуществуют друг с другом мастер и его гости. С почтением и с уважением относятся они друг к другу. То же самое почтение оказывают они и труду всех тех людей, силами которых, усилиями которых создавался каждый из предметов-утварей, использующихся для приготовления чая. И чистота внешняя всех используемых, опять-таки, предметов-утварей, и чистота душевная каждого участника процесса создают ту самую гармонию, с которой мы начали. И если гармонично сосуществуют люди и вещи в едином пространстве чайного дома, если все они относятся друг к другу и к окружающему их с должным почтением, и при этом соблюдаются принципы чистоты внешней и внутренней, то все участники достигают состояния покоя, умиротворения. Можно даже дойти до крайнего определения одного из определений значений этого иероглифа джаку, сатори, то есть просветления, достижения максимальной точки просветления во время медитации и чайного действия, как одного из видов этой медитации. Пока мы с вами разговариваем, вы можете наблюдать, как мастер, подготовив все, что необходимо, начинает, собственно, накладывать чай в чашу и готовится взбить эту чашу с чаем для гостя. Гость же тем временем отдает должное сладостям, поданным ему чуть раньше. Как вы видели, в самом начале мастер начал с того, что принес для гостя сладости. Сладости всегда соответствуют сезону, они отражают состояние природы в момент, когда происходит эта чайная встреча. И сегодняшние сладости, например, отражают осеннюю картинку, осенний пейзаж, который мы тоже с вами можем наблюдать за окном. Яркий, раскрашенный красками осени кленовый лист – это такой же неотъемлемый признак и символ осени для Японии, как, возможно, и для нас. В общем-то, и в Японии, и в России, мне кажется, осень – это один из красивейших времен года, когда мы можем наслаждаться красотой природы, красками, яркостью ее, и при этом отдохнуть от летней жары и приготовиться постепенно к зимним холодам. Итак, как мы видим сейчас, мастер взбивает чай, который он готовит для своего гостя. О том, как выращивают чай и как он готовится в глобальном смысле, вы услышите чуть позже в лекции после демонстрации. А сейчас давайте посмотрим, что происходит дальше. Чайный порошок, который смешивается с горячей водой, взбивается специальным бамбуковым венчиком, превращается в напиток, который мастер передает гостю. Гость принимает чашу с чаем благодаря за возможность попробовать приготовленный руками мастера чай. Затем поклоном, отдавая должное всем тем, кто этот чай вырастил, а также всем мастерам, сделавшим чашу, и вообще всякому, кто имел отношение к тому, чтобы эта чаша оказалась в руках у гостя, гость приступает к угощению. Сладости и чай, в отличие от привычной нам с вами европейской культуры, не употребляются вместе. Как вы заметили, гость успел попробовать сладости и съесть их полностью до того, как чай был приготовлен. Это происходит потому, что вкус каждого из указанных угощений и сладостей, и чая должен по-разному отразиться на впечатлениях гостя и создать у него соответствующее настроение. Сладости готовят вкусовые ощущения к восприятию вкуса чая, немного горьковатого, немного терпкого, но оставляющего приятное, долгое, ароматное послевкусие. После того, как чай выпит, и, собственно, все действие, вся процедура темая, она проводится от начала до конца именно для того, чтобы приготовить чашу вкусного чая и отдать ее гостю для того, чтобы тот смог оценить ее вкус, насладиться им полностью. Мастер приступает к завершающей процедуре. Для того, чтобы действие могло повторяться и продолжаться, в конце его вся утварь должна быть приведена в состояние такой же, в каком она была в самом начале. Собственно говоря, это мы сейчас и будем наблюдать. То есть, если вдруг случится так, что после ухода одного гостя, хозяину пожалуют новые гости, все, что необходимо для приготовления чая, должно быть в должной степени готовности. Давайте еще раз попробуем взглянуть на происходящее и подметить некоторые детали. Мы уже сказали несколько слов о свитке. Свиток не только украшает пространство, но и создает определенный настрой. То есть, то дзенское изречение или та мудрость, та фраза, которая написана на свитке, она создает определенное настроение у гостей и тем самым настраивает их на правильное восприятие, на понимание той мысли, которую до них хочет донести мастер. Помимо свитка, я надеюсь, внимательные зрители заметили в нише токунома и вазу в цветами. Цветы – это неотъемлемая часть пространства чайной комнаты. И так же, как и сладости, о которых мы говорили чуть раньше, они тоже обязательно сезонны. Чайный мастер Сен-Нурикю говорил, что поставь цветы в вазу так, как они растут в поле. То есть, основная и главная идея чайной цветочной композиции заключается в том, чтобы отразить состояние природы в момент проведения этой чайной встречи и показать через поставленные в вазе цветы естественность этого мгновения, этого периода в течение года, в изменении природы в течение года, максимально ярко и максимально четко. Мы с вами видим и разные предметы утвари, которые мирами пользуются в мастер. Мы с вами также наблюдаем традиционный костюм, одежду, в которой одеты участники действия. Безусловно, в современном мире не всегда и не всякие мастеры-гости, особенно если речь идет о регулярных занятиях, когда ученики вместе со своим учителем под его строгим надзором учатся проводить такие церемонии, такие темаи, то есть процедуры приготовления чая, и участвуют в них поочередно то в роли хозяина, то в роли гостя. Мы можем обойтись и европейской одеждой, безусловно. Но именно японская традиционная одежда, кимоно, которую мы видим на наших участниках демонстрации, она позволяет чувствовать себя наиболее комфортно и свободно в такой позе сейдза, в которой мастер сидит на татане для приготовления чая. Кстати, сегодня мы также продемонстрируем вам и совершенно другой способ приготовления и подачи чая, когда ни мастер, ни гости не должны сидеть на татане, а могут удобно расположиться на скамеечках, на стульчиках, за специальными столиками. Об этом вы узнаете чуть позже из следующей части нашей демонстрации. А сейчас мастер уже практически закончил завершающий этап действия. Он привел все предметы утварей в изначальное состояние, очистив их, убрав все элементы, необходимые для приготовления чая, на свои места. И в заключение, по просьбе, прозвучавшей от гостя, он готовит самые главные, самые яркие, может быть, из принимающих участие в церемонии предмета футвори, а именно лакированную коробочку-чайницу, национную с порошковым зеленым чаем маття, и бамбуковую ложечку к тому, чтобы предложить своим гостям, своему гостю внимательно рассмотреть их после окончания действия. Еще раз перед своими гостями, используя шелковый платочек, который по-японски называется фукуса, мастер тщательно очищает чайную коробочку-чайницу на цунэ от пылинок, от чая, который мог остаться на краешках этого сосуда. Но главная цель вот этого очищения, не физическое очищение, но демонстрация чистоты внутренней и внешней, которые создают то самое ощущение гармонии и в результате приводят к состоянию покоя и умиротворения у всех участников действия. Рядом с чайницей мастер выкладывает и чайную бамбуковую ложечку, которую чайный мастер всегда вырезает сам, вручную. Конечно, сейчас мы не всегда это делаем перед каждой церемонией, перед каждой демонстрацией или каждой чайной встречей, но, тем не менее, каждый чайный мастер должен обязательно освоить и эту часть подготовки к чайному действию, то есть уметь вырезать из ствола бамбука специальную чайную ложечку, которая используется во время действия. Любоваться предложенными для пристального рассмотрения предметами утвари, в частности, чайницей, максуме и ложечкой тясяку, гости могут только после ухода мастера из чайной комнаты, поэтому сейчас мы даже этого не увидим. Сегодняшняя демонстрация не подразумевает продолжение того, как гости внимательно рассматривают чайную утварь. Тем не менее, это очень важная часть действия в целом, потому что она дает возможность гостям прикоснуться физически и рассмотреть близко не только чашу, в которой им был подан чай, но и сосуд, в котором этот чай хранится, и из которого его кладут в чашу для приготовления этого напитка. Итак, чайное действие в том его самом простом варианте, который мы сегодня решили продемонстрировать вам силами наших студентов, студентов Института стран Азии и Африки, которые приходят обучаться теории и практике чайного действия в класс традиционной японской культуры, в часицу Сауруан, подходит к концу. Как я уже говорила, мы возвращаем все пространство в то же состояние, в котором оно было изначально, для того, чтобы нужно было начать снова новую встречу, и снова принимая гостей, приготовить для них чашу вкусного чая. Наша встреча мастера и гостя началась с приветственного поклона, и сейчас закончится прощальным поклоном, после чего мастер закрывает двери, оставляет гостя или гостей наедине с теми предметами утвари, которые он оставил им для любования. И мы оставляем наших гостей и заканчиваем на этом первую часть нашей демонстрации.